Заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого убили в парке во время пробежки. Неизвестный подстерег его и выстрелил семь раз в спину и грудь, после чего скрылся. Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар» и, как писали журналисты-расследователи, мог быть причастен к обстрелу Винницы 14 июля 2022 года, жертвами которого стали 27 человек. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что гур не причастен к убийству, а корни преступления следует искать в самой России. Кремлевский режим не считается с человеческими жизнями. Особенно это могут почувствовать на себе мобилизированные на войну против Украины. Солдаты 380-го мотострелкового полка российской армии, дислоцированного в Курской области, записали видео, в котором показывают нечеловеческие условия содержания в так называемых ямах, где неделями держат мобилизированных в качестве наказания за различные проступки. Те, кто поддерживает преступления России против Украины, несут ответственность и за пределами России. Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом заявила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины. Лебедев с первых дней полномасштабного вторжения поддерживал преступные действия Кремля. Служба безопасности Украины обвинила его в оправдании войны и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. По версии СБУ, Лебедев незаконно проник на территорию Запорожской атомной электростанции, где снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта, а затем распространил материал в социальных сетях. Для защиты каждого актива, заявленного в иске, превратить имущество сторонников России в пользу государства Украина. Спасибо всем причастным агентствам, некоммерческим организациям, журналистам за поддержку, информацию и совместную борьбу. Инна Богатых. Директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины. Фейсбук. В собственность Украины перешли торговый центр «Оушен Плаза», первый инвестиционный банк, несколько заводов и сотни производственных помещений. Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о применении санкций к ряду бизнесов, связанных с Российской Федерацией и их владельцам. Конфискованы миллиардные активы, приближенных к Кремлю российских олигархов. Государственное бюро расследований разоблачило десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под пункт 11 части 1 статьи 4 закона Украины о санкциях. Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур одиозные российские олигархи, близкие к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберге, Олег Дерипаско, Евгений Гинер. И сообщения пресс-службы ГБР Украины. По мнению экспертов, пособники Путина предстанут перед судом в Гааге. До конца своих дней они будут бояться за свое имущество и, самое главное, за собственные жизни.